Некоторые вопросы изменения в налогообложении индивидуальных предпринимателей и самозанятых разъяснили и обсудили на рабочей встрече с представителями инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области. Случан в зале Слудской районной центральной библиотеки собралось много. Первый заместитель начальника Минского областного управления фонда соцзащиты Татьяна Карачун напомнила об изменениях в законе об обязательных страховых взносах, которые вступили в силу с 2023 года. В основном, в основном, в законодательстве и физлиц определена максимальная сумма по уплате обязательных страховых взносов. Если раньше вы знаете, что была минимальная сумма, она исчислялась от минимальной заработной платы, то сейчас есть и верхний предел, это годовая сумма равна сумме взносов, исчисленной из 60-ти кратной средней заработной платы работников, то есть 60 заработных вклад за год. Собственно, это уравняли и со всеми работающими гражданами, потому что объекты для начисления взносов для любого трудоспособного работающего гражданина это пятикратное ограничение средней заработной платы. Пятикратная на 12 месяцев 60. То есть здесь все понятно, да, минимальная, максимальная сумма взносов на изменения. Второе изменение, что касается индивидуальных принимателей, это отменена льгота трудовые отношения. Я, наверное, такая нашумевшая, много было споров по этому поводу. Почему было принято такое решение? Первое, это то, что в целом у нас система государственного социального страхования обязательная. Участвуют все работающие граждане. И индивидуальные предприниматели, учитывая, что эта льгота была введена еще в 2003 году, скажем так, злоупотребляли эту льготу. Они принимались друг к другу. Принимались на 0,1 ставки, без начисления заработной платы. И по этой причине не формировался страховой стаж. Ни по месту работы, ни работая как индивидуальный предприниматель. Поэтому для этой категории индивидуальных предпринимателей, таких, которые состоят в трудовых отношениях, распространяется общий порядок уплаты обязательных страховых взносов. Что такое общий порядок? Это до 1 марта, в зависимости от осуществления деятельности, вы рассчитываете страховые взносы. До 31 марта задается форма ПУ-3, там, где вы раскладываете периоды осуществления и неосуществления деятельности. Плательщики налога на профдоход – обязательные участники системы государственного социального страхования. Но есть нюансы. Сумма взносов уже включена в сумму налога на профессиональный доход. Обращаться дополнительно в фонд социальной защиты за регистрацией, дополнительно платить что-то. Сдавать какую-то отчетность вообще необходимости нет. Налажено информационное взаимодействие с налоговой инспекцией. Как только вы регистрируетесь и уплачиваете налогный профессиональный доход, автоматически там с учетом определенных сроков вы становитесь и платежчиками фонд социальной защиты. 60% налога будет отчисляться в фонд социальной защиты. То есть расчет делает налоговая инспекция. И 60% от той суммы, которую вы заплатили, будет уходить в фонд социальной защиты. Татьяне Карачун задавали вопросы о социальной защищенности индивидуальных предпринимателей, пенсиях, пособиях по родам и на ребенка и другие. Пособия по беременности и родам – это в вашем понятии больничный. Пособия по беременности и родам. Потом вы имеете право на пособие на рождение, на пособие о том, что вы стали на учет до 12 недель, и на пособие по уходу за ребенком до 3 лет, независимо от всех остальных факторов. Другое дело, что приостановить деятельность, как ИП надо, чтобы получать 100% пособия детское, а не 50%. Я в ИП, мне говорят, что будут документы отправлять на работу мужа. Когда будут с работой мужа оплачиваться, почему не оплачивают? У СССР вообще не выплачивают пособие, так вам для общего сведения, а выплачивают управление по труду. Как безработица получается? Вы были только ИП или еще состояли в трудовых отношениях? Нет, только и так. Значит, вы вообще в управление по труду должны были обращаться. Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области Юрий Коновалов рассказал, как стать платильщиком налога на профессиональный доход. Физические лица, скачавшие и зарегистрировавшие в качестве таковых через приложение, так оно и называется, налог на профессиональный доход. Скачать это приложение можно на официальном сайте налог.gov.by, посредством этого приложения налоговый орган уведомляется о том, чтобы стали платильщиком, и, собственно говоря, через это приложение производится формирование налоговой базы, то есть все операции, которые вы совершаете, реализация работы услуг, все указывается там, стоимость, наименование услуги. Приложение позволяет сформировать чек, причем чек формируется по каждой реализации, каждой покупке. В этом чеке есть QR-код. Чек должен быть направлен либо через приложение на электронный адрес покупателя, если он сообщает, либо через смс, либо иным способом. Сейчас много всяких мессенджер, вайбер, то же самое. Вот через эти каналы можно передать чек, ну и предоставить возможность точно так же считать чек через QR-код. Ставка налога исчисляется от стоимости реализованных работ услуг. Первая ставка – это 10%. Установлена она при реализации работ услуг, скажем так, любым физическим лицам, в том числе иностранным гражданам, и иностранным организациям. Вторая ставка налога установлена в размере 20%, но применяется она со следующими ограничениями. Первое ограничение – это когда выручка у вас достигла уже 60 тысяч белорусских рублей, после 60 тысяч вот применяется ставка 20%. И вторым важным условием является то, что данная ставка применяется при реализации белорусским организациям и белорусским индивидуальным предпринимателям. То есть после 60 тысяч применяется ставка уже 20%. До этого, что? В год или в год. В год нарастающем итогом 60 тысяч белорусских рублей. Юрий Коновалов призвал внимательно читать постановление номер 851 от 8 декабря 2022 года о перечне видов деятельности. В ходе встречи говорили также о возможности уменьшения ставок единого налога, обсудили нюансы уплаты исчисления единого и подоходного налогов перехода ИП в юрлицо. Много вопросов было от индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по грузоперевозкам, транспортные услуги. Многие воспользовались возможностью получить индивидуальную консультацию. Итоги встречи и некоторые поднятые вопросы обещали обсудить в области.